Горе армянское, камни расскажут. Камень не сможет, горы расскажут. Горы не сможет, и камень не расскажут. Камни, горы, и века расскажут. Струны пекаменных книг вам расскажут. Некому будет, так песни расскажут. Старые раны песен расскажут. Руки, принявшие раны, расскажут. Песни, раны, руки расскажут, книг окровавленных груды расскажут. Абонез Ширас. Здравствуйте, уважаемые гости. Сегодня, накануне Дня памяти жертв армянского геноцида, Национальная библиотека открывает выставку, посвященную этим трагическим дням, черной странице истории армянского народа. У меня душа болит, как и у всех армян. Но сердце радуется. Радуется, почему? Потому что мы не одни. Потому что сегодня и русский народ, и вообще мировое сообщество осуждают геноцид. Все говорят геноциду нет. Однако не все государства, не все народы, все принимают это. Все признают, что будет геноцид. Но государство, к сожалению, не все пока еще могут признать это. А уж турецкое государство, турецкое, руководство, естественно, всеми и правдами, и неправдами отказывается. И говорят только одно, что была война, и на войне погибают люди. Но нужно сказать, что это не война была. Война-то, может быть, и шла. Но разве воевали с ними те юноши по 10, по 12, которые еще ни разу девочку не поцеловали, которые еще не знали, что такое хорошо, что такое плохо? Разве воевали с ними те, не родившиеся еще дети, которые в животе от матери-соте были убыты? Нет, это был именно геноцид. И турецкое правительство тогда взяло на себя такое громадное право решать, какому народу жить, какому нет. Чтобы понять вообще, откуда геноцид как явление, и в частности, против армянского народа возник, нужно упомянуть о том, что еще в начале 4 века, наша традиционная дата, 301 год, Армения стала первой страной, которая официально приняла христианство. Но, как вы знаете, географическое положение Армении установило ее в такие рамки, что со всех сторон были мусульманские страны. То есть это Турция, это Египет и так далее. Но армяне, несмотря на это, свое религиозное противостояние никогда не заканчивали и сохранили до сегодняшнего дня. По этой причине, в основном из-за религиозной вот этой разницы, на территорию исторической Армении постоянно обрушивались опустошительные войны. Массовое переселение привели к уменьшению численности и в 1918 году практически поставили армянский народ на грани вымирания с ее исторической территории. Армяне, не будучи мусульманами, считались по правовым законам Османской империи второразрядными гражданами. Им запрещалось носить оружие, они должны были платить более высокий налог. Армяне-христиане имели вообще право сидеть в своей суде. Несмотря на то, что 70% армянского населения было поставлено на такие экономические условия, что вынуждены были существовать в бедности, среди мусульманского населения был распространен стереотип хитрого и успешного армянина с большим коммерческим талантом. Именно поэтому кармянам, кроме религиозных каких-то причин, испытывали из-за того, что считали их хитрыми и так далее. Враждебность кармянам усугубляли нерешенные социальные проблемы в городах и в образе ресурсов в сельском хозяйстве. Также эти процессы осложнялись притоком беженцев с Кавказом. То есть на территории Армении в таком добровольно-принудительном порядке очень сильно подселяли мусульман. А эти мусульмане, которые бежали со своих территорий, вот если даже взять Кавказ, велись русско-турецкие войны во второй половине XIX века. И те народы, которые бежали с Северного Кавказа, они брали с собой, скажем так, непружелюбность, нетерпимость к христианам в целом. В начале декабря 2014 года турки начали наступление на Кавказском фронте, однако, потерпев сокрушительное поражение, в наступление участвовало 90 тысяч человек, 20 тысяч человек из них вернулись. Они были вынуждены отступить. Отступающие турецкие войска обрушили всю злость от поражения для христианских населения прихорковых районов, вырезая от своего пути армян. Одновременно по всей стране прокатились аресты обидных армян и нападения на армянские деревья. К весне 1915 года кинфицированная машина от молода турок работала на полную мощность. Разоружение армян шло полным ходом. В первых числах апреля резня прорвалась в армянских и ассирийских деревьях. В середине апреля в ванн начали прибывать беженцы из окрестных сел, сообщая о происходящих там хошмарах. Приглашение на переговоры с администрацией армянская делегация, приглашенная на переговоры с администрацией и армянская делегация была уничтожена. Узнав об этом, армяне в ванн приняли решение защищаться и ответили отказом на требования турецкого генерала-губернатора о неведомознатной заде оружия. В ответ турецкие войска и отряды курдов усутили городом. Все эти и сломить сопротивления армян закончились ни с чем. В мае передовые отряды русских войск и армянские добровольцы отбросили турок и сняли наконец осаду в ванн. Тем временем в Константинополе начались массовые аресты видных армян, конструкторов, принимателей, политиков, религиозных деятелей, педагогов и журналистов. Только в ночь на 24 апреля в столице арестовали 250 человек. Всего в течение недели более 800 человек. Большинство позднее были убиты в тюрьмах или по дороге в Сыру. Параллельно продолжались аресты и уничтожение армянских лидеров на всей стране. В начале лета массовая депортация армянского населения в пустыне Междуречья привела к тому, что начали очень большой оттоп начинается армян из их исторической родины, из их исторической территории. Почти во всех случаях действовали по одинаковой схеме. В самом начале мужчины отделяли от женщин и детей и при первом же удобном случае расправлялись с ними, то есть просто, ну, расстреливали. Женщины и детей отправляли дальше. От дороги многие погибали от голода и болезни. Колонны постоянно воздвергались нападениям пуртов. Девушек похищали или попросту покупали у ГНВР. А те, кто сопротивлялся, у ГНВР не раздумывались. До места назначения доходило от 5 до 15% депортированных. Но на месте, куда их депортировали, их ждала голодная смерть, жажда и болезнь. Чиновников, которые отказывались выполнять приказы о уничтожении армян, увольняли назначенные места более реанных партийцев. Имущество армян поначалу попросту разворовывалось местными властями и жандарами, соседними мусульманами. Однако вскоре младбурки были строгий учет награбленного. Часть имущества раздавалась исполнительным весом, часть продавалась на аукционах. Вырученные средства направлялись в Константинополь. В результате сформировалась целая послойка турецкой национальной виты, обогатившейся за счет экспроприации имущества армян и ставшей в дальнейшем важной частью будущего движения. Операция по уничтожению армян руководила лично Талаат Паша, министра внутренних дел Ознанской недели. Осенью 1915 года по дорогам в Турции идут колонны изнеможденных и оборванных женщин и детей, придорожная канава полных трубов, в бареках плывут тела погибших. Колонны депортированных стекаются по Лепу, откуда немногих выживших отправляют умирать в пустыне Сирии. Несмотря на все попытки турец, скрыть масштаб и конечную цель акции, консулы иностранных государств и миссионеры беспрерывно посылали сообщения о происходящих в Турции известных. Это вынудило млада турец действовать осторожнее. В августе 1915 года по совету немцев турецкие власти запретили убивать армян в местах и это убедить американского консула. На и две того же года Джимал Паша пытался отдать под трибунал директора и профессоров немецкого училища в Олегу, благодаря которым миру стало известно от депортации и летней армян в Килики. В январе 1916 года был разослан циркуляр, который запрещал фотографировать в жалко-гипших. Современные турецкие и прото-турецкие авторы, пытаясь оправдать политику млада турок, оправдывают уничтожение армянского населения Османской империи тем, что армяне симпатизировали русскими, готовили в тылу ярко пометевшие восстания. Факты же говорят о том, что уничтожение готовилось задолго до войны, а война лишь предоставила млада туркам в удобный случай беспрепятственно осуществить свои планы. После адамских событий 1909 года, несмотря на попытки продолжить сотрудничество с младой туркой, отношение между младо-турецким режимом и армянами постоянно ухудшалось. Стараясь выдавить армян с политической арены, младо-турки тайно развили по всей стране полную антиармянскую деятельность. Еще в феврале 1914 года, за 4 месяца до официальной даты начала Первой джинговой войны, младо-турки призывали бойкотировать армянский бизнес. Более того, один из младо-турецких лидеров, Добок Арнезин, отправился в поездку по Турции с первым лично проследить за осуществлением бойкотов. КОНЕЦ КОНЕЦ Здесь начало истории о армянах. Начинается, значит, церковь наша исследует как бы издать книги не писатели армян, которые пишут, а писатели иностранцы, которые историки, значит, литература армян, изложники, пишут книги, Джубандри Куайдер. Это итальянский писатель, писатель-историк. Он, значит, работал у нас в Матинадоране. Матинадоране, это вы знаете, рубрикаси, где у нас и пековые рубрикасы были хранить. Поэтому Матинадоране работал в многих государствах, значит, доставал очень много литератов. Он, значит, нить здесь идет такой, значит. Идет художественно, не художественно, а идет документально. Документально и потом очень интересное, потому что я очень много читала историческое, историческое цифра, да? История, как вы сказали, разное толкование идет. У нас как бы единое метро, вот эта книга я нашла как бы единое, которая вот нить идет от начала до конца. Вот эта книга я бы хотела, чтобы и наша молодежь читала, потому что мы, как бы сказать, расселись по всему миру. Но мы не потеряли свой язык, мы потеряли свою культуру. Я надеюсь, что и дальше будем, как бы сказать, защищать свое национальное достояние. Потому что очень простой человек из города Ленинагана сейчас фильмом называется. Мы Файтон Чи называемся. Он, значит, извозчик. 94 года. Есть такой метальный фильм, очень интересный. Он там говорит, нас резали, нас убивали, но мы строили. И мы пришли. Мы строили, мы писали. Мы строили и пели. Мы строили и возродились. Мы народ, который не теряется. И я хотела бы сказать за сегодняшний день и сегодняшний нашему молодежи, что сегодня передовки очень много идет. Должны мы терпимы быть друг к другу и относиться друг к другу очень переживимо, потому что жизнь одна. Мы живем на земле единственный раз. Мы приходим-уходим, и каждый человек след должен наставить. Как армянин я арарат люблю, как армянин с ним вместе оскорблю, туман его, дыхание его сгущается у сердца моего. И мнится мне не луч зари горит, а кровь армян снега его погреть. И кажется, и дождь сечет туман, а лицу горки слезы армян.